всем привет слушать можно не только стамбул но и новосибирск мой любимый город мое любимое место это площадь ленина это такое утро еще я так рада что я здесь сейчас я обожаю находиться в городе когда он начинает только работать люди идут на работу я имею ввиду по своим делам а тебе идти никуда не нужно ты можешь проводить время так и хочется приближаться и не знаю многие блогеры говорят о том что ну надо чтобы начать снимать это конечно какие-то страхи личные чтобы начать снимать надо жить в каком-то красивом месте там надо жить в питере в москве или какой-то за границ мне кажется можно прекрасно снимать и город где ты живешь по крайней мере мне это доставляет удовольствие мне нравится сейчас я пойду по своим делам дальше как я здесь оказалась я приехал ну блин как всегда я не определенные юридические документы там делаю и я приехала в госучреждение она сегодня у них просто выходной я даже не могла подумать что в будний день может быть выходной в каком-то госучреждении ну что бывает завтра все езжу я стараюсь не расстраиваться это же части когда тебе на кружечке после нашего старбакс турецкого пишут нормальное имя потому что имя галя в турции это вообще это трудно сказать именно где вообще в новосибирске мне нравится какая красивая кружка до кузиновская кофе нормальном то вы возле дома на кокосовом молоке покупаю раньше получается я любила кофе этот чашка кофе я прям их фанат была а сейчас и кузина собственно неплохо я покупала на днях чашку кофе она была не такая кофе в принципе похоже на кузине вот здесь я всегда покупаю латта на кокосовом молоке очень вкусненько кто в новосибирске живет вы какой кофе любите на вынос собой тут столько всяких кофеин даже которых не сетевые а просто красота и вообще классно что открыли просто спальном по сути районе возле дома кофе не идешь вот гулять раз купил себе кофе очек вообще новосибирской погодой радует я очень рада я взяла осенние одежды очень много думала будет холодно но вот уже давно я только на летнем как будто из было не уезжала жара такая же как птички чирикающих прикольно они перестали вот такие у нас тут каменные джунгли видите дымка вот эти знамених ты уже на весь мир сибирские леса горят в принципе дышать не трудно но когда я подлетала к новосибирску вот так кажется чистое небо но на самолете ты проекаешься это облако и реально дымка стоит и вот сегодня немножко пасхбанная погода облачная видите все равно она облака как бы давит эту дымку ближе к городу придавлюсь ощущается струкание у меня немножко такой сиплый голос получается и хочется всегда покашлять вроде бы ты никакого аромата не ощущаешь но покашлять как-то очистить легкий хочется конечно приятного мало посмотрим как будет развиваться эта ситуация у меня пришла тем временем торговый центр аура кстати мне мега аура самолюбина в новосибирске то не то что любимые такие более-менее прикольные что я буду этом поищу завтраку посмотрим что там есть потому что через час у меня будет встреча недалеко отсюда я решила где-то в центре на площади ленина не оставаться пришла погуляла побродила приятно когда не надо никуда спешить у тебя например нет работы или на тебе не висит ребенок поэтому ты можешь спокойно по разной шататься делать свои дела на таком на расслабленном состоянии так пойдем посмотрим что там у нас есть покушать так сегодня нам бог на завтрак послал кружечку от которая начала уже быть хороший такой омлетик с белковый омлет с зеленью еще яичко есть и авокадо на самом деле смотрите мои руки на пони моих рук какие маленькие помидоры не то что они черри они микро черри я думаю такую большую порцию не будет заказывать елок облимся но нет придется даже не зубы а это не яйцо это йогурт обшиблись думаю яйцо пошел ладно приятного аппетита в принципе я такое люблю полезненько вкусненько и вам приятного аппетита тем кто кушает села я просто в шоколаднице потому что это была самая первая на моем пути и дальше там только сети ресторан и фудкорту а тут у вас вам оптимальный завтрак всем кто кушает приятного аппетита ну это опять я ну какая милота ну правда сегодня латте какой-то странный нифига не кофейное одно молоко кстати очень зависит от того кто делает кофе хотя оказалась бы эта машинка по сути закладка одинаково идет но зависит от человека очень вкусно и размерчик нормальный не такой симпатичный стакан вот честно даже рука не поднимается окин такой симпатичный всем привет скажите включение уже в другой день конечно я бы хотела вас спросить было бы вам интересно какие-то продукты питания которые мне очень нравится показывать вам или нет во влоге я раздобыла такие хлебцы молодцы я думаю все их покупают с кориандром и тмином ну по сути это вкус бородинского хлеба боже мой как это вкусно для любителей бородинского хлеба конечно наверное все знают и все покупают это я тут узнала недавно о такой вкуснятине но члены моей семьи не знали честно говоря таких хлебцах я их в магазине нашла вот так выглядит коробка здесь еще была такая упаковка естественно внутри как сказать здесь такой поддон эти хлебцы хранятся и целлофановый пакетик в котором это все держится вот видите тут и там выдвигается очень вкусные очень тонкие кто хлеб не кушает а хочет бородинского хлеба кто там на пп или худеет я вам посоветовала потому что если калорий мало очень хороший состав идет натуральный по сути только внука хлеб бородинский темная мука по сути только кориандр и тмин и вода собственно дрожжи и все и очень вкусно это бутерброды какие-то делать вот семгой я с икрой делаю с сыром очень вкусно мне нравится тут уже видите подъедено несколько штучек и вот такие тоненькие аромат просто потрясающий просто это бородинский хлеб вот в такой как бы форме такой тоненькой чем хорош то что если вы контролируете питание свое то много вы его скушать не сможете буквально несколько таких слайсов и будет достаточно как заменитель хлеба и причем такая альтернатива очень полезная не вредная то я бы вам посоветовала попробовать по крайней мере купить и попробуйте для себя так выглядит упаковка что интересного из продуктов новенького такого тоже мне напишите в комментариях я тоже с удовольствием попробую